Теперь мы на спорте! Насколько справедливо называть вас спортивным функционером? Я не ошибся в формулировке? У нас развиваются такие виды спорта, как баскетбол, художественная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на акробатической дорожке и прыжки на батуте. Ну, вам как директору ведь нельзя отдавать какое-то определенное предпочтение одному виду спорта. Необходимо уделять внимание всем и никого в этом плане не обделить. Удается сохранять такой паритет между секциями, между тренерами? Ну, конечно, моя задача, как говорится, смотреть на всех в разном соотношении, но все равно в любом случае есть виды спорта, которые приносят, скажем так, больше призовых очков, больше узнаваемости о нашей школе. Ну да, конечно же, мы им отдаем определенный паритет в нашей работе, но мы стараемся никого не обижать. Тренерский состав тоже с пониманием относится к этому вопросу, скажем так. Ну и получается вроде, в принципе, достаточное время для тренировок. Все, в принципе, получают удовольствие от своей работы. А какие виды спорта приносят больше очков, побед, медалей? Ну, наверное, все-таки достаточно тяжело сравнивать индивидуальные виды спорта и командные виды спорта. Когда, скажем так, в баскетбольной команде 12 человек выиграют одну, скажем так, медаль, да, и в недальном виде спорта 12 человек может выиграть 12 медалей. Но, конечно же, у нас прерогативный вид спорта – это спортивная акробатика. Те люди, которые у нас имеют, работают на уровне чемпионатов мира, чемпионатов Европы. То есть это достаточно высокий уровень. Наши люди, скажем так, представители нашей школы Кировской области выступают за сборную России, а это уже достаточно высокий уровень. Мы, конечно же, наших сотрудников, наших тренерского состава, других отделений, скажем так, подгоняем, порицаем, что ребята, давайте, догоняйте. Нужно не только одни виды спорта, скажем так, звездить, а показывать все остальное. Ну, хочется сказать слова благодарности нашим тренерам. Они, конечно же, пытаются делать, и ребята тренируются, показывают результаты. Ну, это такой стимул для тех видов спорта, которые не представлены на уровне сборных, подтягиваться и совершенствоваться, наверное. Да, ну, есть прекрасные у нас, скажем так, показатели, когда, допустим, из отделения баскетбола команда не прошла дальше, но один-два человека берутся, едут за команды на финалы, выступают, занимают призовые места, входят в символические пятерки, скажем так, в баскетболе. Художественная гимнастика, представитель нашей школы едет, допустим, в составе сборной Кировской области и вызывается на сборы дополнительные. Даже на сборы Квиннер вызываются, на просмотровые. То есть это достаточно так уже хороший уровень. Ну, я считаю, что это, конечно, не топ, но нужно расти и дальше развиваться. Вы достаточно молодой по возрасту директор спортшколы. У меня такой вопрос, а не случается ли на этом фоне недопонимание с более опытными тренерами? То есть нет такого, что кто-то вас не слушает? Ну, нет, не слушают, нет такого. Все равно, скажется, слова благодарности тренерам, который понимает, что такое субординация. То есть спорт, он воспитывает это чувство и понимание этой структуры. И все понимают, что моя задача сделать, чтобы им было хорошо. Самая главная задача. И они работают. И вот за год работы никаких таких непрецедентов не было. И, надеюсь, никогда не будет. И мы будем все друг с другом качественно работать и помогать друг другу. А вы сами прислушаетесь к мнению тренеров, более опытных тренеров из руководителей, сотрудников, вернее, которые работают в вашей спортшколе? Ну, часть моей работы это есть, конечно, выслушать все мнения и проанализировав, донести их дальше. То есть не всегда эти мнения могут быть стопроцентно правильными. Но даже если мы берем одно небольшое зерно оттуда, это прекрасно. Оно всегда, в любом случае, идет на пользу работы школы. Ваша спортивная школа только по номеру в городе первая? Или, можно сказать, что она лидирует среди других спортивных школ? И вообще, продолжу свою мысль, есть ли между спортивными школами города такая конкуренция? И если есть, то она какая? Добрая или такая ожесточенная? В любом случае, что мне понравилось, когда я пришел на эту работу, что, в принципе, весь тренер, весь только ведящий состав, все директора школ, они достаточно дружественно друг с другом общаются. И мы, конечно же, у нас есть конкуренция и по видам спорта, и между друг другом, и между просто названиями школ, что каждый хочет быть лучшим в любом случае. Это спортивный интерес, это, скажем так, внутри у каждого человека. Ну, вот, что хочется сказать, ну, наверное, среди школ, в которых развиваются опорные три вида спорта, в 2019 году первая спортивная школа получила диплом о том, что является первой. Так, стало быть, лучшая спортивная школа среди всех школ, где развиваются три вида спорта. Но и в любом случае, когда приходишь на работу, и задача руководителя, чтобы твоя школа была лучшей. Да, может быть, не во всех показателях это получается, но нужно к этому стремиться. А это складывается и из качества работы, и из качества выполнения, скажем так, муниципального здания, сохранения детей, привлечения детей, завоеванных мест по разным видам спорта, ну, и других факторов. То есть, есть целая структура, целая таблица, которая заполняется, и в итоге, по итогам выполнения этой таблицы, присваивается, скажем так, ранжир школ в, скажем так, в почетных званиях. Первая, вторая, третья занимаются местами. Ну, первая, первая. Ну, ведь уровень спортивной школы определяется еще и качеством тренерского состава, который в ней работает. Нет такого, что одна спортивная школа переманивает тренеров у другой спортивной школы? Вот такого не наблюдается? Ну, знаете, вот, в крайнем случае, в Кировской области такого у нас нету, чтобы кто-то кого-то переманивал. Да, конечно, некоторые тренера могут переходить из школы в школу, но это личное желание. А так, чтобы кто-то с кем-то производил, скажем так, какие-то подводные разговоры, переманивал, ну, нет такого, люди, тем более, что тренерский состав достаточно такие люди, скажем так, они, вот они пришли на это место, они здесь сели. Прикипели к нему. Они прикипели, да, они верны этому месту, правильное будет слово, верность, спортивная верность, да, верность. И вот они сидят здесь, работают, они добиваются, ну, не всегда, может быть, кто-то там ворчит иногда, да, но это внутренняя часть работы, это уже работа директора, чтобы успокоить эти, чтобы люди дальше работали. Как говорится, когда прибилось уже плечо к плечу, тогда им легче работать, тогда взаимопонимание между как руководством тренерским составом, оно, в принципе, достойное. В конце концов, воспитанники спортшколы, они потом все равно формируют состав сборной области и представляют наш регион уже на уровне ПФО, на уровне России и там в самом наилучшем случае на чемпионатах мира и Европы. Да, конечно. Получается, да, иногда бывает даже так, что, допустим, вот как у нас есть с отделением художественной гимнастики, девочки, да, с отделением баскетбола, да, даже отделение акробатики, в любом случае на уровень, когда мы высоко выходим туда, это округа, это чемпионаты России, это мировые уровни, в любом случае едет сборная. Она состоять может там из одного, двух, трех человек от нашей школы, может состоять из костяка, скажем так, костяк людей, которые в нашей школе работают, с привлечением там двух, трех человек со стороны, так называем, со стороны, с других школ. Но вот в любом случае мы работаем вместе, и как бы мы там ни соревновались, как бы мы там ни спорили, в любом случае мы делаем тот, такое слово, интересный продукт, да, который выезжают, люди, которые завоевывают, и они завоевывают и нашей школе, и нашей области, и нашей стране звания. Просматривая перед программой страницу вашей спортшколы ВКонтакте, обратил внимание, что последние новости посвящены в основном акробатике. Получается именно этот вид спорта, а в вашей спортшколе первым отправился от пандемии? Я не скажу так, просто получилось очень хорошо, что вот буквально пару недель назад прошел у нас чемпионат привозков федерального округа по акробатике. Это такое яркое событие, которое первое после пандемии, ну, достаточно на высоком уровне прошло все, и понравилось как и участникам, так и судейскому корпусу, вот, наших, очень много наших ребят, как от нашей школы, так и от восьмой спортивной школы, так и представителей областных школ, отобрались на финалы России, вот, которые буквально стартуют, если не ошибаюсь, через пару недель в разных городах России, и финал у нас, даже запланировал финал в Кирове, на базе нашей спортивной школы, который пройдет с 1, по-моему, по 4 апреля. К сожалению, не могу сказать, что мы рады вас всех видеть, но у нас всегда идут интернет-трансляции, то есть мы подстроились под реалии жизни, то есть всегда можно зайти и посмотреть, как это проходит. Ну, успехи наших спортсменов, они радуют, но, тем не менее, наверное, нельзя сказать, что пандемия это никак не сказалась на спорте, все равно подкосила городской спорт. В любом случае она подкосила, и она подкосила, наверное, знаете, больше физической подготовкой, потому что, ну, я не открою секрет, и для меня было большим удивлением, я был просто изумлен тем, что можно заниматься спортом дистанционно. То есть тренер утром рассылает детям задания, они его отсматривают, днем они выполняют эти задания, снимают видео и обратно тренеру отправляют. Ну, вы можете представить, какие гигабайты информации у нас сохранились с отчетами этих тренировок. Но это позволило нам сохранить определенную физическую форму, и дети, выходя вот после пандемии, они уже были немножко подготовлены. Все равно случаются мелкие какие-то травмы с тяжно-растяжениями, но это уже после того, как пошли работы в парах, в коллективах. Но все равно мы пытаемся это снивелировать, тренер состав достаточно опытный, но они молодцы в этом плане работают. И вот результаты есть налицо, то есть мы завоевываем. И сейчас, допустим, баскетбол у нас уехал на второй раунд чемпионата России, то есть это уже, скажем так, последняя ступень перед финалами России. Вот акробаты очень достаточно хорошо выступили, девочки гимнастские у нас хорошо выступают. Ну вот тихонечко-тихонечко мы выходим. Я думаю, что, ну да, с Бога еще полгода, и мы будем на прежний уровень вернемся, и будет все прекрасно у нас. В любом случае можно сказать, что самый острый период пандемии, он уже позади, сейчас уже восстановились практически полностью и тренировочные занятия, и, слава Богу, соревнования уже проходят, пусть, да, без зрителей, пусть в каком-то таком усеченном формате, но, тем не менее, они проходят, это самое главное. Да, конечно, соревнования проходят, соревнования начались. Достаточно тяжело, конечно, входили мы в это, потому что сначала одно уровень соревнований, а потом чуть ниже, 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 дошли уже сейчас до уровня муниципалитетов, до городских соревнований. Да, конечно, мы проводим их, к нам приезжают спортсмены. Мы, со своей стороны, тоже пытаемся, не пытаемся, мы принимаем все необходимые меры, то есть это врачи на входе, которые отсматривают состояние детей и всех тренеров состава, кто приезжает. Замеряем температуру, обрабатываем руки, специально разводим так составы, чтобы не было много народа, обрабатываем помещения, делаем перерывы. Да, это немножечко удлиняет время проведения мероприятий, но за счет того, что не все, кто желает приехать, ну, оставляем в том же формате, ну, вот пытаемся сделать, но получается, и слава богу, сейчас вот после даже, когда была такая вторая, скажем так, большая волна, у нас не заболели так, чтобы у нас была прямо вирусная вспышка такая среди занимающихся и тренерского состава. Вот это та работа, которая проводится и администрацией школы, и персоналом техническим, который работает, которые, хочется сказать им огромное спасибо, которые ежедневно приходят, вырабатывают, несмотря ни на что, дополнительно выходят, чтобы только наши дети были в безопасности, наш тренерский штаб был всегда в безопасности, не болели, и все было хорошо у нас. Вообще видов спорта у вас в вашей спортшколе достаточно много. Какие-то соревнования еще планируются на базе вашей спортшколы, и куда ваши воспитанники вот в 2021 году планируют поехать? Вот буквально через недельку у нас стартует турнир по художественной гимнастике, Вятская Капель, можно прекрасно посмотреть его в интернете, на сайте школы у нас будет организована трансляция, мы уже, как бы сказать, влились в эту систему. Первый раз, конечно, мы до этого проходили турнир, у нас было тяжело, были какие-то накладочки небольшие, но сейчас вроде все стало в норму, мы покажем через сайт наш. Допустим, по баскетболу планируется у нас такое большое мероприятие, наверное, в конце лета, это перенесенный финал КС Баскет, финал чемпионат России, суперфинал. Достаточно высокий уровень. Ну, высокий уровень, да, и мы надеемся, что Кирилл это будет со всей страны, это очень-очень много людей, то есть мы должны к этому времени быть технически и, скажем так, и физически, и психологически готовы к приему такого объема детей. Это же будут дети, это школьники. Команды по художественной, не художественной, по спортивной акробатике у нас, опять же, намечается, как я и говорил, в апреле, в начале апреля финал чемпионата России здесь, в Кирове. То есть это опять достаточно высокое соревнование, от которых происходит отбор на кубки чемпионата мира. Также ребята, которые собрались в прошлом году, выезжают на перенесенные кубки мира, перенесенство мира, это отделение спортивной акробатики. Мы все время, как художественная гимнастика, отделение спортивной акробатики, да, то есть они уезжают на кубки мира, мужчины и женщины, на чемпионаты мира, на первенство Европы. То есть мы надеемся, что наши спортсмены привезут нам достойные высокие места, и я не надеюсь, я верю, и будет дыно им указание, что занимать только призовые места и только первое место, потому что они работают и занимаются в первой спортивной школе. Ну, сейчас, получается, все спортсмены так постепенно наверстывают тот объем не только тренировок и соревнований, которые пропустили в 2020 году. Не получится такого перенасыщения спорта? Нет, в любом случае весь календарный план изначально утверждается, и он составляется, исходя из задачи, и тоже люди, которые утверждают его, они понимают, что есть определенная нагрузка, есть определенные стандарты, которые нужно выполнять, и нельзя там, да даже тренерский штаб, он не поедет на 3-4 соревнования подряд, потому что это просто первое мы выступим хорошо, второе более-менее, третье хуже, хуже. То есть это просто будет тогда уже выборочное... То есть погони за количеством соревнований нет? Нет, его не нужно верстать. Мы же с вами еще не должны забывать, что у нас занимаются дети, которые ходят в школу, которые занимаются в школе, и у нас достаточно много внимания уделяется образованию детей. Зачастую бывает так, что тренера не допускают детей до занятий, потому что детей, допустим, плохая успеваемость. То есть есть уже поставлены такие условия, что, по-моему, в Федерации баскетбола России, когда детские турниры проходят, что от того, что показываем, какие оценки, чтобы дети, те, которые не проходят, они не ехали, потому что мы сейчас понимаем, что образования достаточно много. Ну, я знаю, что сейчас для того, чтобы попасть на соревнования, нужно сдать тест на ковид, а чтобы показать дневник, я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Это, да, это сделано. Ковид, это, да, уже, конечно, сейчас смягчение идет, сейчас зачастую уже просят просто справку об окружении, что у тебя нет в окружении, кто болеет ковид. Кто это проверяет, конечно, я не знаю. Справка, да, есть. Но по образованию, да, достаточно много внимания уделяется. Даже сам я говорю, что я повторюсь, что наш тренерский штаб уделяет много этого внимания, потому что они понимают, что спорт есть спорт, а будущее детей – это есть будущее детей, и они должны получить образование, они должны быть образованы людьми. Тем более, что далеко не все спортсмены, давайте будем честными и откровенными, они потом продолжат свою спортивную карьеру, станут профессионалами, а образование, оно пригодится практически каждому. Да, конечно, вы правильно говорите, что единицы практически продолжат свою жизнь в большой спортивной карьере, в большой спортивной семье. Остальные будут заниматься любительским, будут приходить, болеть, будут выступать, то есть, да, это будет все красиво и хорошо, но да, нужно учиться, нужно получать образование, нужно получать профессии. В любом случае, в один прекрасный момент жизни, как, допустим, было у меня после профессионального спорта, в 35 лет встал выбор, дальше ты уже не можешь выступать, потому что ты уже как бы пенсионер, так условно это, да? Спортивный. Спортивный пенсионер, да-да. А вот надо как-то жизнь дальше устраивать, надо где-то работать, надо применять свои знания, и вот это помогло полученное образование, то есть дальше двинуться в жизни. Я вынужден вас остановить, к сожалению, на этой фразе, потому что время нашей программы подходит к концу, давайте ее завершать. Я напомню, что в нашей студии был директор спортивной школы номер один Александр Захарук. Александр Павлович, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости, приходите еще. Обязательно, Антон, приду, спасибо огромное нашим слушателям, спасибо вам, приглашайте, мы с великими удовольствием всегда придем. Спасибо, до свидания.